За месяц тренировок лабрадор Дарья научилась останавливаться перед препятствиями, бордюрами, ямами, заборами, подавая хозяину сигнал «Будь осторожен». Это один из самых важных навыков, которыми должна обладать собака-поводырь. Дарья должна привыкнуть к мысли, что она и ее будущий хозяин – это одно целое. Сверху несколько препятствий, которые она под ней проходит, а я нет, чтобы она их тоже замечала и меня обводила. И боковые препятствия собака угол обходит, сама по себе обходит очень узко, то есть вот прям боком притирается к нему. А с этой стороны иду я, чтобы я вот в угол не вписался, она должна делать шире, там, зазор сантиметров 70. Ну вот это боковое препятствие тоже отрабатываем. Ну и периодически выезжаем в город, чтобы она социализировалась, на все смотрела нормально. Еще собака-поводырь должна уметь запоминать маршрут. А если хозяин что-то уронил, тросочку, поводок, ключ, ей положено, не дожидаясь команды, поднять эту вещь и подать хозяину в руки. Насколько собака готова к исполнению своей ответственной миссии, покажет экзамен. Только четвероногие ученики, которые сдадут его успешно, будут переданы инвалидам по зрению. Для собаки в такой профессии важны не только навыки, но и характер, ум, смелость, доброта. Что будет, если кто-то захочет помочь слепому человеку, а пес воспримет его как угрозу. Поэтому собака-поводырь должна быть дружелюбна к совершенно незнакомым людям. Кроме Дарьи, в питомнике К-9 в поводыри сейчас готовят еще одну собаку, немецкую овчарку Гретту. В следующем году планируется обучить еще трех собак-поводырей и еще десять через год. Обязательно будем ставить площадку именно только для подготовки собак-поводырей. То есть специализированная площадка. Сейчас будем писать письма на расширение территории. И обязательно будет площадка только для подготовки таких собак. Потому что я так думаю, что нам даже сложно будет снабдить наш регион, Иркутскую область этими собаками. Потому что помимо того, чтобы подготовить собаку, нужно и будет пожизненно именно эту собаку следить. Пожизненная гарантия дрессировки. А у Дарьи и Гретты впереди самый сложный и ответственный этап. Им предстоит научиться переходить дорогу, ориентируясь на звуковые сигналы светофора. Цветов собак не различают. Курс правил дорожного движения начнется в сентябре. Туяна Немав, Александр Барановский. Новости сейчас. Новости сейчас.